Всем привет, дорогие друзья! Начинаем прохождение The Long Dark. Скажу сразу, в The Long Dark я играл, играл в выживание в режим. Играл давно, куплено оно у меня с DLC, ожидал, когда появятся сани, чтобы снова поиграть, чтобы можно было перевозить лут. Не знаю, есть ли это в прохождении, добавлены ли эти сани, обновляют ли как-то прохождение, добавляют какие-то новые предметы. По последним обновлениям я не знаю, что было в игре, не смотрел. Вот про вертолеты я помню, а больше ничего не помню. Проходим сюжеточку. Проходим сюжеточку. Посмотрим... Ой, как громко. Посмотрим по активу, что у нас будет, да? Посмотрим по активу, что будет. Если что, может быть еще и видосики... Ой, видосики, говорю. Если что, может быть, по выживанию еще видосики сделаем. У меня почему-то сбросилась громкость, у меня сбросилось вообще все абсолютно. Так, давайте. Зайдем в настройки, наверное, сначала. Сделаем все по красоте, да? Размер интерфейса. Пусть будет маленький, да? Зачем нам большой? Чего мешаться будет? Фильтра изображения нету. Монитор 0. Полный экран метрическое. Метрическое пусть будет. А что, все настройки? Поле зрения сотка. Качество. Вот, нам качество надо, да. Стоит у нас ультра. Так. Персонализация, да, пусть будет. Ну, пусть на высоких все стоит. Посмотрим, как будет работать. Должна, по сути, работать хорошо. Но без ОБС-ки работала нормально. Короче, поехали. Эпизод 1, 2, 3, 4, 5. 5 эпизодов, что ли? А, 5 пока под замочком. Он пока недоступен, да? Блин, прикольно. Слушайте, я ее не проходил. После крушения самолета, где-то среди канадских лесов, Маккензи потерял доктора Гринвуд. Из виду и оказался в одиночестве. В борьбе за жизнь Маккензи решает осмотреть городок под названием Мильтон. Где начинает осознавать истинные масштабы произошедшего. Выживший новичок, способный выживать, матерый выживальщик. Для игроков с некоторым опытом. И тех, кто хочет соблюсти баланс между исследованием мира и выживанием. Зверей не слишком много, но они могут вас выследить. Средний уровень сложности, зато большое количество ресурсов. Я думаю, вот это. Я думаю, вот это. Я помню, что нужно ходить с факелом. Так. Перевека. Перевека Макека. Кстати, можно как... Удачи! Продолжение следует... 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 Вы устали, прилегте поспать. Ну, короче, заложено это в сюжет, чтобы мы поспали и время пролистнулось. Я ж правильно понимаю. Вы еще недостаточно устали. Ну, мы, короче, выспались. Воздушная служба острова Рогатого Зайца. Я сказал ей, сидеть дома, сказал, что в такую погоду лететь просто нельзя. Хоть раз в жизни не будь таким упрямым бараном. Полегче, полегче, помедленнее, Мэри, на чем ты? Она только что заявилась и говорит, что ты ее ждешь, что полетишь с ней на север. Я понимаю, что тебе нужны деньги. Но прогноз погоды? Все хорошо, Мэри, я понял. Вот она уже заходит. Привет, Вилл. Что ты делаешь здесь? Опять звук, что ли, сбросился громко? Прошло много времени, знаешь ли. Да, года от тебя не было везти и... Я не знаю, я не... А, я знаю, я знаю, я бы не пришла, не быть это так важно. Ну и что тебя привело, в смысле? Блё? Нет, я нет. Но кое-кто да, и мне надо к нему попасть. Ты по-прежнему доктор? Да, я по-прежнему доктор. А, я думала, они типа пара, и она просит увезти к ее пареньку, типа. Я думаю, офигела, что ли? Бывшие муж и жена. Я не знаю, но я должен идти туда. Попустила тут все. По-прежнему спасаешь мир? Кому тоже надо это делать? Что это значит? Маккенди. Вилл. Я не собираюсь ворошить прошлое, мне нужен пилот, который забросит меня в дальние дали. И не будет задавать лишних вопросов. Кто-то, кому я доверяю. Погоди-ка, вопросов, Астрид. Потому что что-то вляпалось. Ты мне поможешь или нет? В чемодане. Я же сказал о никаких вопросах, помнишь? В чемодане, Астрид. Без вопросов. Года там ужасная. Ужасная. Становится только хуже. Ты пришла через несколько лет. Я мог вообще умереть. Ты могла умереть. И ты приходишь и просишь меня рискнуть твоей жизнью где-то над северными пустошами, чтобы со своим загадочным металлическим футляром попал в какие-то дальние дали. Просто потому что ты пришла и попросила? Да. Астрид, ты его не вернешь. Не в этом дело. Я знаю, как было тяжело. Я знаю, как было тяжело. Нет, ты не знаешь, Маккензи. Ты не знаешь ничего. Ты думаешь, я не чувствую того же самого? Мы летим или нет? Чем дольше ждем, тем хуже будет. Что-то у меня на это нет времени. Жди, тем хуже будет. Почему у меня ощущение, что ты не о погоде? Потому что я не о ней говорю. Тащи сумки в самолет. Я проведу осмотр перед полетом. Хорошенько пристегнись. Полет будет не из легких. Ну, конечно, не про погоду. Если подождать, так может получше станет. Прочно надо. Сильно, видимо. Так, два человека плюс топливо на полет до Великого Медведя и обратно. Получается, на груз места почти нет. Ну, то есть много не положить. У нас есть карман, мы туда дерево сейчас напихаем. Если масса будет слишком большая, нам просто не хватит. Нужно серьезно обдумать, что еще взять. Загадочный чемодан. Астрид не признается, что внутри. А значит, видимо, там что-то, чего у нее быть не должно. Так, слушайте, мы же играем не на легком, да? Сухпоек. Ценная вещь в чрезвычайной ситуации. Простая, но питательная еда. Астрид выращивает, так что в этом плане все схвачено. Впрочем, медикаменты все равно не помешают. Блин, я не знаю, мы сможем, мы, наверное, это все не положим с вами. Нам, наверное, на выбор что-то только дадут положить. Так. Тего 15 кг, да? Бутяр Астрид. Положим? Надо по-любому. Нам по-любому нужен рюкзак. Минсигнальный пистолет. Прикольно отбиваться от медведей, но... Ну, от волков, медведей. Ну, я думаю, нам не нужен. Мы будем... Факелами... Отбиваться. Так, сухпоек, аптечка, 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 аптечка. Давайте аптечку еще возьмем. 15 кг. Ну, можем лететь? Возьмите парку. О, цель. Ну, парку-то можно на себя, но надеть. Да, всего лишь положить 15 кг в самолет можно. Из-за бури, наверное. Что ношу? Твое кольцо, наше кольцо. О, да. Ну, просто снять его забыл. Я свое тоже ношу. Почему? Воспоминания. Я думал, ты хотела все забыть. Не все. Знаешь, надо было найти тебя. Все хорошо. Я занималась своими делами. Все изменилось. Точно? Потому что выглядит знакомо. Все еще работаешь с теми исследованиями? С теми следователем? Нет, я больше не работаю в центре. А где тогда? Я на себя работаю. Считай фрилансер. Доктор-фрилансер звучит законно. Я не критикую твой образ жизни, Макинди. А ты мог бы делать что-то еще, кроме того, чтобы зависать в старом отцовском самолете и пить с утра. Эй, мы отлично проводили время в самолете. И он в полном порядке. Я знаю, ладно? Я знаю. Я не хочу ссориться. Знаешь, я все время о нем думаю. Не хочет говорить ссориться, сама залупается. Я знаю. То, что я сделал, мой выбор. Я сделал это ради нас. Бенни, надо. Давай не будем. Нет, важно, чтобы ты услышала. Мне нужно это сказать. Макинди, не сейчас. Да, я скажу. Вилл, помолчи секунду. Что-то не так. Северное сияние. Красиво. Как плохо. Тупое. Пропало электричество. Все электричество просто исчезло. Это из-за сияния. Нет электричества, значит мы падаем. Держитесь. В игре вроде, наоборот, когда сияние, тогда я связи электричество, она включается. И можно в какие-то заходить там станции, что ли. Пока электричество есть. Ой, 18 минут, столько всего уже произошло, интересненько. Астрид. Так, вот что было 12 часами ранее, получается. Или 10 или 12. Мне кажется, у нее кейс, раз был в руках, на мувике, да? Можно было его, значит, не брать, он бы все равно у нее был. Дереве остановили падение, ну почти. Почти остановили, да. Так. Забираем нахрен все, что есть. Я думаю, у нас есть рюкзак. Мы же взяли рюкзак, правильно? Они хорошо устанавливают кровь. А, вот на топ можно встретить задание, да? Так, ну раз мы начали не на легкой сложности, значит, нужно собирать все. Ломать мы не будем ящики, потому что мы замерзем и умрем, наверное. Пока ломаем. Нет, это мы тоже не будем. У нас есть какой-то металлический обломок. Так, мы можем открывать на i-инвентарь, да? Так, у нас есть какие-то ботинки. Так, это то, что надето на нас, вот с таким треугольничком, да? Ну, у нас тут все неплохо, слушайте. Остановите кровь с помощью аптечки. Тут, типа, фулл-обучение, что ли, есть, получается. А что в вопросе говорит, что нужно сделать? А, вот, да. Здесь что-то было в действиях. Выбрать еда. Я знаю, как кушать в этой игре. И тут что-то у нас... Ну, это типа задание, да, говорит? Так, давайте пособираем, что-то еще походим. По мелочи. Ой, в огонь наступил. А, и не в огонь наступил, а холодно ему. Кровотечение, да. Надо останавливать. Так. Потерпи, братья, ага. Маленько. Ну, сейчас, 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 сейчас все будет. Подожди, мне начнем еще найти. Нет? Что-то мы же еще найдем здесь. Или не найдем. Вот дерево есть, допустим. Плохо себя чувствую. Подожди, подожди, братиш. Сейчас все будет. Так, заходим в пещеру. Я помню, что... Если ты поспишь, то у тебя вроде боли проходят, да? Так, разожгите костер. Надо руку перемотать как-то, да. Так, еще разведем костер, чтобы было тепло, да? Ну, наверное, вот тут поспать не сработает, раз тут по сюжету надо руку перемотать. Ну, чтобы залечилось-то. Люлечка мне подсказывает, значит-таки. Так, нам надо перемотать руку. Левая кисть. Чтобы кровотечение не помереть. Так, а можно как-то из ткани делать... Повязки. Еще. Таким образом мы можем еще себе что-то перебинтовать. Потому что у нас... Еще и с голенью проблемы, и с рукой. Левая кисть. Во! Задышал, значит, хорошо становится. Значит, легче. Прям чувствуется. Чувствуется вот это вот. Моменты вот эти. Так, у нас костер не потухнет там, интересно? Надо, чтобы не потух. Ой-ой-ой, он тухнет вроде, нет? Горячая зола. Блин. Нет? Нет, еще не потух. Так, давайте еще поперевязываемся, наверное. Мы сейчас все с вами будем конкретно делать. Левая кисть. Не, наверное, уже кисть не надо больше перематывать. Да, скорее всего, не надо. Ступня. Теперь, скорее всего, на это нужно какую-то аптечку использовать. М? А то Юля говорит, не слышу. Спать? Ой, зачем я взял факел? Юм мое. Так, 1.16. Добавить топливо. Давайте добавим топливо. 1.48. Давайте поспим. А сколько не выбирать, что ли? Сколько спать? Сам спит. Сам спит сколько захочет? У меня спать без костра оттокоеся. Ранена или мертва, говорит. Кровь сотрите нашу. Джип подробности. Джи это задание, короче. Попытайтесь выбраться из ущелья. Выберитесь из ущелья. Блин, кровь везде. Мы так волков можем внимание привлечь. Так, а... Я сначала это смотрел, но я... Я все равно не помню, куда нам надо. Тихо, тихо, тихо. Только не упади. Ё-моё. Вот это я чуть не сиганул, конечно. Так, нам надо выбраться из ущелья. Надо куда-то идти, да? Правильно, правильно. А куда? Прыгать в игре нельзя. Прыжка здесь нет. Вот. Так, я вижу, куда надо идти. Там надо идти по дереву. Блин, такое чувство, что я вообще не смотрел. Смотрел, да не видел. Не знаю. Так, давайте сразу все собирать, потому что высокая сложность это... Это сложно. Тредняя сложность. Наверное, так можно туда забраться. Ну, короче, туда можно забраться, да. Мы сейчас туда пойдем. Так. Что-то еще по мелочи пособирать, что можно. И будет классненько. Забраться. Мышка, нажимаем. Блин, мы не можем залечиться? Шиповник. Мы сейчас, наверное, чай будем делать с шиповником. Игра потихоньку обучает, типа. Так холодно, что даже больно. Да, хорошо, объясню. Заверите обезболивающий чай. Да, вместо аптечки, я помню, можно всякие чаи использовать. Чаи из грибочков там. Из грибочков это один чай. Из шиповника это уже как болик, как болеутоляющая, да. Много всяких чаев. Можно сделать повязку из мха, с дерева. Мох, помню, выживание спавнится. А ты чё, вниз тополе зачем? Так наверх надо нам. Обратно вернись. А зачем он слез? Я не нажимал ничего. Я, наверное, нажал вперёд и... Я всё загоняю, он умрёт на туре. Давайте аккуратно соберём, а то я назад повернусь, сейчас он опять начнёт слазить. Так, а нам вниз-то, наверное, не надо, мы же можем где-то тут костёр сделать. Воды. Подожди, дядь, у нас есть вода, я точно помню. У нас есть вода. У нас есть газировочка, мы можем её выпить, и это нам немножечко ещё калорий даст. Хорошо. Замечательно. Давай, полезли дальше. Я думаю, надо собирать весь шиповник, мы сделаем много боликов, они будут нужны. Я, конечно, хридово знаю, это не просто выживание, а сюжет. Да нет, не надо лезть. Ну вот, ну как так? Я просто посмотрел в ту сторону, он начал слазить. Блин, ложу туда-обратно. Собираем всё, вообще всё. А может выживание быстро закончится, это сюжет же? А мы тут насобираем. Ну и думаю, всё равно надо. Нам даже чё-то дают где-то побегать. Начало пути. Тим у меня показывает. Бедняга. Не так это должно было закончиться. Парка Маккензи. Сейчас мы будем мастерить, да, искать, я так понимаю. Парка Маккензи. Я уж обыскался, говорит. Зачем мне через круговое меню-то, я не понимаю, а так? А, мне через круговое меню надо по арку, что ли, надевать? Она у нас надета. А, мы на торс не надели, да? Нет, надета у нас парка. А чё они через круговое меню хотят? Чтоб мы научились чему-то, что ли? Действия. Да я понял, я-то знаю, блин. Так, ищите Астрид. Вот, всё. Нафиг. Мы замерзаем, кстати. Это очень плохо, мы можем умереть. Столь погреться. Офлайер. Должны быть следы Астрид. Ну, они любят, короче, друг друга. Бесят просто. Ну, это нормально. Ну, это чувствуется. Очень чувственно всё сделано. Так, мы брали рюкзак с вами. Вот есть варежки. Есть бойлечек. Давайте мы его сразу же используем. Антибиотики это у нас. А нам они не нужны, да? А мы походу не болеем. Я чё это сделал-то вообще? Так. Можно закрафтить это, но... Но, нам нужен костёр. Нам нужен костёр. Давайте съедим, пока это не испортилось. Испорченную еду есть нельзя. Нежелательно. А я думал, мы будем с этим рюкзаком ходить. Это будет как дополнительные слоты, типа. Роль. Нужен. Кот. Мм. Закрыт. Ты его возьмёшь с собой, то? Да. Чтобы там внутри не было, Астрид за него умереть была готова. Надеюсь, ещё не умерла. Слушайте, тут интересненько. Тут аптечка нормальная прям конкретная. О, и антисептики, и всё. Очень хорошо. Так, нам надо что? Нам надо вот такую вот штуку использовать, да? Почему? То почему. Блин, мне, наверное, не надо было этого делать. Я уж не помню, как... Когда я чё... Использовать. Слушайте, можно полить антисептик. Блин, он сразу применяется. А где посмотреть части-то тела, которые... Вот они. Риск переохлаждения. А у нас всё. У нас ничего не болит, у нас всё хорошо. Но зато наверняка всё использовали. И у нас утекает здоровье, по-моему. Явно торопилась. У нас утекает здоровье, потому что нам холодно. Нам надо... Развести костёрчик. Давайте разведём костёрчик. Где-то вот здесь вот, наверное. Сделаем себе... Такое укрытие. Лагерь, так сказать. Давайте мы с вами продолжим на следующем видео, ребятки. Не забывайте подписываться на канал. Заходите в плейлист. Нажимайте на плейлист. Смотрите полное прохождение. На какой момент вы оказались у нас на канале, я не знаю. Сколько серий уже есть. Вот. Пишите комментарии, ставьте лайки. Ссылочки все в описании. Телеграм-канал наш. Телеграм-канал ВК. Донатиком поддержать можно в описании по ссылочке. На чоколадку скинутся. Ну и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok